Привет всем любителям пошаговых стратегий! Вы видите и слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение прохождения Сидмерс Цивилизейшн 6 на последнем уровне сложности на божестве за нового лидера Рамсеса 2-го Всегда Говори Да Египетского. Почему Всегда Говори Да и вообще подробности челленджа в первой серии, ссылка в плейлисте, в прикрепленном комментарии, в описании, переходите туда и смотрите с самого начала. Спонсоры канала эти серии видят чуть заранее и даже возможно все сразу уже. Спасибо большое вам за поддержку и давайте, собственно, продолжим. У нас тут проблемка, зулусы берут Унсу, причем я точно не могу убить эту армию сейчас. Более того, у нас может вот эта кавалерия еще прорваться, вот остальные тут не могут пока ничего сделать. Ну, короче, мне надо, знаете что, давайте мы в первую очередь Древние Сены, но они два хода строятся, Унса может раньше пасть. Короче, мне надо вот так выйти, это точно. Причем я, скорее всего, потеряю армию. Потому что кавалерия, подождите, а на сколько ли так кавалерия бегает? На пять, ну раз, два, три, четыре и атака, да? Или тут холм? А, тут холм, она не может все-таки добежать. Так, ладно. Подождите, там узулусов случайно нету никаких бонусов к перемещению, так, на всякий случай. Города свиньи, так. Захват повышает до армии. Плюс пять к базовой мощи еще корпусов и армии, это вообще, конечно, тоже охренеть. Ну ладно, армия кавалерии еще до Унсы не добегает. Значит, надо с этой фигней разобраться. Причем эта пушка не достреливает. Я буду им чисто по армии стрелять. Вот так мы сделаем. А, блин, это на холме, что ли, город? Точно. Я, наверное, хотя бы сюда отойду. Вдруг армия проатакует мушкетера. Видите, как я мало наношу урона. Так, ну тут надо... Сейчас попробуем, может, мы эту линейку убьем. Вообще тут надо апнуться рыцарем, я думаю. Стоит карточка у нас на улучшение? Стоит. И вот этой пушкой я бы, наверное, сюда подходил. Не трогал эту линейку, а с этой армией, чтобы все пушки сюда были сконцентрированы. Так. А где у нас военная академия? А, ну, собственно, вот я ее открываю. Просто чтобы можно было корпуса сразу покупать. Знаете, знаете, что я еще подумал? Ну, тоже размещены цивилизации, как в реальности. То есть, север Африки, Египет, южнее Зулусы и западнее Мали. То есть, вот реально как в Африке они и находились. Так, а какую мы открыли социальную политику сейчас? Выжженную землю. Ну, надо мобилизацию открывать быстрее, чтобы армии были. Ну, корпуса мы можем уже формировать. А что выжженная земля дает? Не, пожалуй, тут ничего не будем пока ставить. Вставляем все как есть. Ну, к боевой мощи... Зулусы как раз не иноверцы, поэтому она не сработает. Зулусы как раз нашей веры. Так, что еще? Ну, может... Может, все-таки покупать какие-нибудь. Тут я не могу купить. Давайте в Иуну... пушечку. Просто убьем. Ух ты, не получилось. Ну, 3-в-шет просто будет больно потороги бить. Ну, вот Малимия не особо сильно беспокоит. А вот Зулусы с его армиями, которые еще и плюс 5 имеют. Ну, я говорил, что-то основной соперник будет Зулусы именно. Это жестко. Так, а где у нас уже шпионы в Тимбукту? Лучше всего в Малимию послать, потому что там больше всего денег можно своровать. Так, пока встанем. Так, ну что, кругосветочка... А, мне убили тут корабль, точно. Я хотел кругосветку, а мне убили каравеллу. О! Это что тут? Это границы Швеции? То есть Швеция аж сюда расселилась? Прикол. Подождите, а мы еще кого-то одного не встретили? Раз. Мы еще и Клеопатру Птолемеевскую не встретили. В Брюсселе мастерская. Священочку ставить негде. Ну, тут, видимо, придется гавань тоже делать, потому что и... И центр коммерции. Ну, можно, конечно, сюда купить. Но что-то неохота. А тут можно... О! Плюс 3, кстати. Тогда можно... И тут гавань плюс 3, да? Ну, а давайте сюда. Потом туда кампус поставим. В Кирене верфь. Мы можем тут дамбу... Я хотел, правда, в Унсе дамбу строить. Я думаю, в Кирене у нас побольше производства будет. Так, в Унсе 29, а тут 34. Еще шпион. Развлекательный пригород. Не, ну армию строить странно здесь было бы. Может, с другой стороны карточку... Так, скидка 50%. Мы все проапгрейдили. У нас есть какие-то еще... Возможные... Нет, походу, нету. Тогда, во-первых, либо логистику надо ставить, либо... Дешевле юниты. Ну, я бы юниты просто... За деньги и веру покупал, честно говоря. Так что давайте логистику. Где она? Сейчас еще тут посмотрю. А, еще можно строителей же нам строить. Тоже стоит карточка. Давайте строителей, наверное. Так, ну что. Как больно сейчас Унсе станет. Вот эта армия линеек очень суровая. О, отходит, слава богу. Ну, убили... Бомбарду, да. Зато Унса не будет взята. Так, куда мы дальше, послевоенный? Ну, я бы вообще встали в арене шел, чтобы защититься 100%. Блин, нам броненосец надо... Для этого две верфи. Но верфи у нас строятся. Так, ну вот этим хана сейчас будет. Зону контроля давайте возьмем. А, вот, слушайте, был. Был у нас апнуть, но его пока жалко апать. Он такой раненый. 335 золота и дает губернаторский титул или возможность нанять еще одного губернатора. Взять или пропустить? Нужен ли нам тут прям губернатор, честно говоря? Я думаю, что нет. Давайте, бывает и получше. О! Блин, то же самое, только вместо губернатора. Тогда тот лучше был, несомненно. Черт. Эх. 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 так тут будем железную дорогу строить но пока капру пусть потусит хотя можно было кстати и фарты еще на они не знаю какими тут фарты лучше против золуса делать блин опять не там господи я забываю тут забываю тут ватиканскую особенность меня был опять в этом центре коммерции чтобы получше распространить блин но из того тут что есть можно ваншан 3 закинуть станем сюзеренами и ну и главное универы будут еще науку давать шедевров у нас нету и не предвидится потому что еще один из челленджи мы без театральных площадей вообще играем конечно метлу было бы неплохо 3 забросить но это используя уже первый посол чтобы двойное давал газоргаму кстати может быть то слишком много уже в прошлом вообще 10 послов у нас есть с другой стороны у нас не не так много золота чтобы прям газоргаму сюзеренить ладно отложим пока они это франция и кстати франция на нашем континенте получается вместе с нами так у нас на континенте три четыре пять шесть семеро и трое где-то там на островах такая карта нас генерировалась значит да так ну угольную я куплю пожалуй следующим ходом посмотрим насколько у нас действует электричество веру на юниты будем тратить ох тяжело с золосами конечно а чё он вернулся прикол вот компьютер ну что это такое вот если он прошлым ходом атаковал он бы этим ходом уже мог захватить мне кажется город нет он отошел на один ход идти только вернулся я теперь могу его тут убить в общем то но он и он так надо как-то на баба баба нангу опять у меня уже больше армии чем у зулуса так осудить еретика осудить требушет так энергию посмотрим так вот тут у нас до всего дотягивается значит мне надо еще в этих городах но видимо в мендосе фабрику надо делать хотя нет вон данный пожить и 1 2 3 4 а не дотягивать значит мендосе пока просто тогда это не хена еще мы не дотягиваемся так проведу логистику промышленной зоны хочется эйфеля получи хотя два хода но это потому что мы в торуге еще тоже сделали логистику промышленной зоны хотя с другой стороны а для какого чуда мы собственно это хотим венецианочку мне негде геликарнас я вот думал в них и ну кстати можно геликарнас в них и не на самом деле почему нет и и а и и и и и и Продолжение следует... Собираем все, потом тут фермами просто забьем. 81 сила, конечно, тяжеловато для бомбард будет. О, наконец-то. Мы первое в мире кругосветку сделали. Отлично. У меня осталось только Клеопатру найти. Но они явно на каком-то вот этом маленьком континенте, получается. Америка, Китай и где-то там Клеопатра должна быть. Тоже военной академии. Чтобы можно было за веру сразу покупать армии и корпуса. Так, наверное, нам хватит в ФИВах логистику промышленной зоны делать. Ладно, давайте сюда. Центр коммерции. Клетка, конечно, хорошая. Но не то, чтобы у нас Таруга будет сильно расти. Опаньки. Так, нам надо стены в Таруге. Кавалерия. Армия кавалерий прет на нас. Так, паровой двигатель. И потом стали варенья. Продолжение следует... Блин, во всех городах приходится стены строить. Нам бы тут, конечно, корпуса... Ой, корпуса каперы. Сюда бы привезти. Так, а кто-нибудь еще воюет, кроме меня? Америка только меня, Китай и Клеопатру знает. Нет, у всех офигительное отношение на фоне конфликта со мной. Зашибись. Я тут главное зло, короче. Вот это вам пример, почему не надо всегда говорить «да». Никто не оценит. А, скорее всего, даже наваляют вам. В следующем ходу, я думаю, вот, закончив этот проект, мы получим эфеля. Так, и тут верфь готова. Ну, так, 8 ходов. Ну, то есть, я его начну, когда у нас будет великий человек. Так, кампус нету смысла никуда ставить. Это священное место для Антона Нариву здесь. Так, подожди, а что я тогда сюда отмечал? Ну, можно, кстати, промышленную зону пока. О, квала Мендли не отвалился к нам. Отлично. Ну, вот Банананга надо... Кстати, этот кризис нам в плюс, потому что пока он идёт, по-моему, никто из его участников не будет нам мир предлагать. Так что... Как минимум 12 ходов мы с Зулусами точно в войне. А я надеюсь, всё-таки те города взять, несмотря на их армии. Ну... Почему Каравелла не выбирается? А, понятно, что это не моя Каравелла. Так... Лисопилочку, что у нас здесь? Он как-то странно влазит, получает... Ну, немножко ранение получает и отходит. Не, не буду добивать. Хотя мне не хватает силы. Ну, там, видимо, надо будет купить броненосец. Хотя на флотоводце у нас там не накапливается. Накапливается, но... Ну, не то, что я бы хотел. Просто я бы вышел тогда в переработку, чтобы нефть открыть. У нас арта без нефти не может. Так, давайте я, наверное, апну в линейных пехотинцев уже. И нам надо, кстати, трехлинейных пехотинцев. Для ускорения стандартизации. Так, в сену бегал. Ну, надо на золото отправлять. Несмотря на то, что у нас союза нету, но... К немцу неплохие на деньги бегают караванчики. Так, закончили логистику промышленной зоны. Ничего из этих районов. Хотя, может, как-то военный лагерь тоже поставить здесь. Тоже не помешает. Довольства очень мало. Ну, потому что я не могу ни с кем торговать. Так, давайте, наверное, еще... Еще строителя. Так, здесь фабрику и угольную потом делаем. Вообще, у нас работает электричество? Пока только один уголь на электричество тратится. Я снова и снова просил вас не делать зла. Скоро я устану просить. А, это из-за претензий к другим игрокам. Окей. Радостно слышать, что великие умы миры предпочитают нашу империю вашей. То есть, вот он армиями кавалерии атакует... Аванпост. Эй, не Аванпост, а лагерь военный. Так, содержание юнитов. Давайте, наверное, поставим первый посол. И поотправляем, во-первых, в Митлу. Так, а больше некуда. В эти... в культурные вообще нету смысла. На Газаргаму, да? Давайте, хотя там семь. Но все равно, давайте, у нас есть военные лагеря. Это все-таки будет плюс четыре производства. Пока так. Вы встаете на опасный путь, поддерживая отношения с городами государственных... В смысле? Я пока только армию убил. Блин, просто... Набиваю очки эпохи на... Да, все-таки Эйфель наш. И его мы перебрасываем в Нихен. Надеюсь, гелик мы там построим. Мобилизация открыта. Можем корпуса делать. Корпуса армии уже можем делать. Пошли в идеологию. А это значит, что надо покупать, в общем-то, пушки, чтобы армии пушек сделать. 375. Тут я даже, наверное, выйду. Так, как-то мне лучше... Сделать. В общем, тут надо корпус арты. Что-то сюда. Бомбарда. Корпус делаем. Этой пушечкой... А, мне не хватит уже на... Да, блин. Этой пушкой можно было не ходить. Ладно. Пингалу выкинули. Да, блин. У меня здесь уже канцелярия. Надо шпиона еще садить, конечно. Не, ну малей никакое. Вот у нас только зулусы. Опасные черти. Еще, наверное, одного строителя. И можно будет заканчивать, пока у нас карточка на стороне. Ну, у нас, видите, много клеток необработанных. Так, еще многое. У нас 11 очков эпохи нужно. За гелик получим очки эпохи. Еще, может, армия приведет нам зулус, чтобы их убить. Эти армию бомбард строить здесь. Нам как-то надо еще Клеопатру встретить. Так, и купить нужно сейчас. О, армия уже покруче бьет. Купить броненосец надо будет. Ну, я эту бомбарду не боюсь. Смотрите, у меня армия бомбард по Баба Нанго плохо бьет. А тут просто одиночная бомбарда. Она, Унси, ничего не сделает. Я здесь делаю лесопилку. Вроде не должно на престиж повлиять. Ух ты, красота. Шик, блеск, красота. Так, какое еще чудо мы хотели бы? Таджмахал. Ну, кстати, Келвак и Сивани тоже интересно. Только на побережье. Если вы Сюзерен в городе государство, получает 15% к типичным бонусам. Если вы Сюзерен в двух и более, еще плюс 15. У меня, по-моему, двух не будет. А вот Ания Кардив и Йоханнесбург, например. Так, давайте подумаем, где нам Килву построить. На перфивах могу вот сюда. Да, давайте, наверное, 475 производства. А Эйфель дает... 321. Ну, то есть, как раз, когда я его перекину, он как раз добьет Килву до необходимого уровня. Ну, тут где-то, конечно, еще... А, хотя нет, уже не будет производственной площади в Кирене. Она вот здесь построена. Так, где же у нас может быть Клеопатра? Похоже, где-то вот здесь в глубине получается. Так, какой-нибудь еще из великих людей. О, типа, улучшилось отношение с Китами. Чего там какие-то воины все объявляются? Рапануи. И у Вавилона отваливается. Ну, у Вавилона явно не ко мне. Блин, даже рядом со столицей не может город удержать. Вавилон по лояльности. Он в темном веке, что ли? Да, ну и... Ну, Мали всего лишь в нормальном. Все равно не хватает лояльности. Прикол. Ну, да, правильно. Спусти на воду, чтобы было проще убить. Все верно. Я этих меньше боюсь, чем... Малийских юнитов. Ну, да. Ну, да. Ух! Ну, да. тропические лица не вырубать, а здесь как раз лесопилки все-таки сделать. Засеиваем поля. Да не, надо еще рабочих. Так, что у нас по очкам? 741. Ну я тут точно впереди. По науке не особо. Сколько я по техам отстаю? Ну 5 тех это уже приемлемо, как говорится. Так, перебрасываем фивы. Ой, не фивы. А чтоб построили уже киловуки сивания? Прикол. Так, подождите тогда. Какой мы еще? Ну, например, Тадж-Махал. Но это рядом с центром только, да? И на холме. А, только рядом с рекой. Не. Панамский канал. неинтересно. Неинтересно. Касса. Ну вот, касса, кстати, интересно. Только рядом с площадью правительства. Нет, неинтересно. Мы не можем ее построить. Хорошо, венецианский где-то возможен вообще. Разгоните, промышленная зона. А, ну вот тут, кстати, возможно, будет в Нихене получается. Необходимо соседство с промышленной зоной приезжающим эту городу. Только на побережье. Вот здесь можно будет построить. Так что ждем. Там просто промышленная зона или что-то в ней должно быть еще построено. Просто промышленная зона. Отлично. Хорошо, переброшу уже сюда. К валаминдлини самок нам присоединится, да? Шесть ходов. Ладно, еще одного строителя и все. Можно будет и карточку убирать. А, блин, я еще броненосца хотел купить. В Кирене. Стали варенье. Ну, вот если мы стали варенье откроем, все. Мне уже точно не страшен Зулус, потому что тут будут городские укрепления. Их он хрен пробьет. Так, колониализм. А, у нас без шансов, но надо колониализм открывать, да? А, астрономию мы быстро можем открыть. Давайте астрономию откроем, чтобы колониализм немножко ускорить. Пока оперу и балет пооткрываю. Ну, что, может, священное место сделать? Или ну нафиг? Хочу строить. Или пока у нас карточка там на два заряда стоит. Да, у Зулуса уже прилично так армия прорежена. Перекупили аншан. И все равно ведет армию пирасиров. даже корпуса пушек нормально против армии кирасиров работают. пирасиров. пускай вырастет два хода буквально да мне много недовольства все глянем причем усталость от войны минус 6 конкретно что-то на моей территории тут дерутся опять же есть кто не знает как усталость от войны накапливается вместе видео объясняющую механику усталости от войны просто посмотрите просто поищите на ютубе усталость от войны цифр 6 я думаю вам именно мое видео так аншан просто перекупили ли войну мне объявил да но мне нету смысла быть его сюзереном это вот туда поплыем где-то здесь клеопатра я думаю должна быть нормально пушечка работает так я думаю что нам надо линейных пехотинцев теперь покупать сколько не стоит но нам надо еще два линейных пехотинца купить 405 дорого нет корпус пушек такой классненький был забываешь что на на эту фигню не работают и работает зона контроля так даже уровень возьму лучше как раз зону контроля тут у нас вроде есть чем заваливать блин только еще в лес сразу прибежал корпус киросиров вот тут у нас плюс 10 против них так что ухай дохаем там то у нас крестовый поход и рядом с его городом она я думаю хватит строителей кстати вот этот вот эту клетку можно все не передать вот это вот вот это вот Продолжение следует... Продолжение следует... Так, 9 ходов. Нет, должен в золотой век выйти. Что тут недостаточно? А, надо до одного жителя еще вырасти. Тогда уберу с еды. Не знаю, священное место хочу почему-то. Давайте, может, тут на этой затапливаемой пустыньке... А, блин, мне что-то с рекой было рядом строить. Опять. Опять тупанули. Не первый раз. Медресе Санкарелу. Можно. Пустынное чудо. О, сразу туда поставил Мандекалу свою вонючую. 20 жителей в сене. Так, открыты... Открыты укрепления теперь. Теперь давайте нефть откроем, чтобы во рту нормально выйти. Так, ну, армия Трибушетов это смешно. Я просто пока сделаю армию... Бьем кавалерию на озере. Так. Это тоже спокойно убивается, поэтому апнем пушечку. Я лучше проатакую. Так, ну, нам, возможно, следующим ходом уже надо... Захватывать. Может, Кирасира какого купим пока здесь. Или этого просто перебросим. Пускай полечится, постоит. Так, вот тут уберем первый посол. Сейчас проверю, что никуда больше не надо. Его отправить не надо. Что плюс два влияния, пускай капает. Либерализм нужен. Исполиканское наследие так и на... На... Рабочих тоже уберем, наверное, гражданский авторитет. А я больше пока шпиона не могу сделать? Не могу. Повысим... Виктора. Видите, ушло несчастье за счет карточки гражданский авторитет. Мы повысили Виктора, и несчастья тут больше нету. Виктор. 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 Пойдем сюда сфинкса поставим, второй сфинкс только будет в империи О, благодаря тому, что Геликарнас построили инженером, видите, распространилась религия Надо не забывать про способность Ватикана, я постоянно это реально не помню Так, в идеологию через естественную историю, но тут без археологического музея, тут никак Тут уже никак, о, блин, я забыл, что на железную дорогу можно строить Что-то, фиг проплывешь, что ли? Немец осуждает Блин, у Зулусов слишком крутая способность Вот это ранние корпуса и армии, и они еще плюс пять имеют Это, конечно, трындец Блин, почему тут холмы? А, не могу выстрелить, окей, отлично И не хватает силы Ладно, следующим ходом берем Так, ведем сюда Корпус бомбард, чтобы на надвенку Или уже будем во рту ждать апать Это вопрос, правда, наличия нефти Не будет нефти, ничего мы не апнем Нам надо трехлинейных пехотинцев То есть, одного мы купим, наверное, за веру В унсе Чтобы потом сделать корпус А одного просто построим в фивах Так, давайте еще инженера Это нам не надо В принципе, почитаем проектики Так, какие у нас доступны самые Из Эдфу в Ахен Из Унсы в Ахен Жалко, треугольничек из лесопилок Не добавляет Бонуса К производству Так, и это что? Это разве не Египет? Нет, это Китая Границы Где же Клеопатра? Нет, давайте Диверсию на производстве Люблю Диверсию устраивать Эх, тут не проплыть Так, а у нас скоро будет затопление? Пока 86 ходов Но я сейчас еще угольную построю Я думаю, скоро уже начнется Ага, вон там кампус Можно Так, а давайте мы тогда Этого туда и отправим А тут пока Логистику промышленной зоны Почитаем Да, два хода до роста Но не хочу ждать Еще один сфинкс В 1410 году Нашей эры Второй сфинкс Наконец-то мы смогли Сподобиться Так, попробуем Чисто пушками запинать Должно хватить То есть Е-е-е Так, пока не объединяю В корпуса здесь Потому что нам нужен Третий еще Линейный пехотинец И два хода до нефти Ну, тут уже надо бомбарды во рту, конечно, апгрейдить Смотрите, куда-то пролезли китайские апостолы И у лунди Обратили Все вокруг в моих В моей религии И в няне он еще То есть он чисто столицей решил обратить Китаец То есть Аристократия злузская и малийская Приняли, соответственно, конфуцианство А простой народ в других религиях Так, сколько кираса стоит? 375 Ну, давайте корпус сделаем О, не корпус, армию Пока просто стоим Если У зуса 135 силы То есть у него вообще практически уже армии нету Там может какая-нибудь одна армия бегает Что-нибудь типа такого Так, тут, значит, стоим, ждем апгрейда Да, слушайте, мы вообще интересно К Клеопатрии можем проплыть И ее увидеть Но с Вавилоном война Война Да, не на реке тоже Но зато плюс 4 будет Я не знаю, может Не, даже не знаю Наверное, точно лучше на реке было ставить Тут не важно Уже сколько веры А вот Жилье и счастье От пантеона Эх, к сожалению Я вынужден принять Блин Ну, типа, два города мы захватили И через сколько ходов Я смогу ему войну опять объявить Ну, может, катя и к лучшему Как раз апнемся В более современные Выйдем Где он? Восемь ходов Нормально Ну, давай сразу осудим Чтоб он не выделывался Все, мы уже точно в золотом веке Восемь ходов Восемь ходов Следующим ходом Увидим, есть ли у нас нефть И линейные пехотинцы Третьи Ускорили мы стандартизацию Ускорили Тогда Можно и этих ребят Объединять Кстати, не первая в мире Не первая в мире железная дорога Кто-то раньше Но я думаю, Вавилон Ставлю на Вавилон Не видать, правда О, каролинская пехота Прется к нам И опять армия Кавалерии Только терят Мали Ну, примерно равны По силе Я сюда встану Пускай он атакует Чтобы Апельсинки Не Разграбили Апельсинки Ну, да Да, из Банананго Бабананго Банананго Банананго Это Столица миньонов Да Хрен проплывешь Ну, будем, наверное, ждать Когда растопит Льды Ну, что, вместо Сфинкса Священку А, вот сюда можно А тут реально уже Нечего строить Какой-то интересный юнит А, вот этот Фига он Ну, это, конечно, прикол Как всегда Компьютер просто А, подождите Тут у него границы Тогда ладно Так Наличие нефти Одна нефть И на ней уже стоит Священка И большая нефти То есть даже рядом Нигде Ну, хотя бы Одна Слушайте Это я смогу Две Так, тут Дофига нефти У зулусов Но далеко Это Далеко А, вот театралка Прямо на нефти Стоит Мне бы вот эту Как-то Ньюгосолу Может реально Сначала Заняться Этой Ньюгосолой Чтобы Нефть была Сначала я думаю да надо вот вот этот город забрать тем более там малина меня прет что тут ну еще предварительно его надо сделать в мою религию перевести но в принципе армию туда перебрасываем первую очередь арту конечно и и и и и и Давайте вот на родной территории перекинем столицу. Так, и тут энергия заработала, да? Да, у нас только нихен без энергии получается. Ну и тут эти зулузские города. Но не скажу, что я там хочу это как-то менять. Кстати, может тут гавань построить. Построю гавань еще. Кампуса, я думаю, нам уже не нужны. Так, давайте тут просто куплю храм и гурдвару. Ой, город растет. У нас осталось 25 ходов. Я думаю, тут вряд ли кто-то улетит. В ракетосорение даже никто не вышел. Так что тут чисто в очки мы идем. Ну, я думаю, какое-нибудь чудо построить для очков вполне нормально. Неужели еще Всемирный Конгресс за то, что я Баба Нанго захватил? Не может быть. О, армия пушек у зулуса. Ну и что тут? Что за голосование? А, пострадал от стихийного убийства. Поможем. И, кстати, у меня сейчас кризис. Завершится моей победой. Ну, у меня сразу минус 38, потому что я в войне с ним. Так, а что я получу? Торговые пути между целью и городами-государствами плюс 2 золота в ход, и я 200 мирового влияния получу. Суит. Мгновенно строит маяк и верфь в этом районе. Ну, как раз для Мендеса у нас флотоводец получается. А почему такая у компьютера такое непреодолимое желание подставлять свои юниты на воде? А, блин, не достреливает. Полму, что ли? Так. АПМ во рту 625. Ну, не буду карточку ставить, хотя я могу. Хотя я могу поставить. Сейчас пока подвигаемся, и вместо логи... А, да, вместо ловистики поставлю. Ну, дешевле, чтобы в деньгах было апнуть. Приятного аппетита. хотя может тут капер сделать и вот эти границы ну маловато тут умали грабить в броди этого капер делать а так ну теперь можно логистику убирать 310 это приятненько а 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 блин я не могу здесь кампус прошу появился да вы прикалываетесь черт да елки-палки да елки-палки историческое место ровно на месте кампуса блин так 825 ближайший получается немец и китаец по армиям у немцы дофига но я теперь можно можно начинать бояться немцы теперь в принципе тонн сейчас опасненько уже выглядит ну и зусы зусу в общем-то никуда не делся по опасности если он опять мне войну объявит я пока ну я сам хотел ему войну объявить блин выкинули опять губера магнуса ну магнуса ладно магнуса не так жалко но продолжение уже в следующей серии я думаю даже что скорее всего окончание ого какая я еще один юнит потерял подожди а может это не я потерял так ну кризис я это не я потерял юнит похоже это тут вот эти ребята но мы их уже прибьем опять же в следующей серии спасибо что смотрели и забудьте поставить пожалуйста лайк написать комментарий еще как-нибудь поддержать мой канал стать спонсором или супер спасибо оставить и играйте в умные игры слава беларуси живи украина всем пока я алексей халецкий тот кто сделал это видео лайк комментарий подписка возможно супер спасибо и спонсорство спасибо за поддержку до следующих видео